Доброе утро, друзья! С вами канал Едоки. Сегодня мы вместе с вами попробуем молоко. Молоко от Киржачского молочного завода. Киржачский молочный завод сегодня у нас в гостях. Молоко отборное от 3-4 до 6 процентов оно бывает. И мне, как обычно, осталось 3-4 процента. Не знаю, зачем писать, что оно бывает до 6 процентов, потому что я ни разу еще не видел 6 процентов. Обычно вот минимальная доля, минимальное значение. Так как дешевле. Но, несмотря на это, я не буду расстраиваться. Возможно, молоко очень вкусное. Мне очень нравится его этикетка, на самом деле. Очень вот эти домики, эта текстурка просто замечательная. Красивая этикетка. Единственное, вот я это молоко, я его когда брал в магазине, оно все, если вы посмотрите, не знаю, на свет видно, оно все покрыто, вот чем-то покрыто вот эта вот штука, чем-то таким вот, видимо, как раз, может молоко, может его как-то так наливают, не знаю, даже крышка какая-то беловатая. И вот все банки были такие. Я пытался найти хоть одну чистую. За внешний вид, за дизайн этикетка хорошая, но внешний вид самого молока мне не нравится, потому что оно все в чем-то покрыто. Неприятно это брать. Но, тем не менее, не значит, что оно плохое еще. Молоко цельное, отборное, питьевое, пастеризованное. Произведено это все в Владимирской области, город Кольчугина, улица Ульяновская, дом 26А. Ну что же, друзья, всем привет из Владимирской области, особенно из города Кольчугина. Расскажите, как там у вас с молочком? Заходите в гости на улицу Ульяновскую, Ульянов-Ленинг, вот. Давайте попробуем молочко, узнаем как. Пахнет очень вкусно. Так, сливками пахнет прямо. Интересный привкус оладушков был сейчас, первый. Довольно-таки сладкое молоко. Сливочный привкус, привкус сливочного шоколада даже есть. Очень неплохое даже молоко, знаете, мне нравится. Такое оно очень сладенькое, причем сладость такая, знаете, не приторная и не от того, что оно подтопленное, нет. Именно такая правильная молочная сладкость. Вот даже молоко немножко из детства, знаете. Вспоминаю, вот я пью это молоко и вспоминаю, как я в детстве, мне бабушка наливала кружку молока и я шел с ним на улицу, на улице его пил, закусывая булкой нарезанного батона. Все сказать, несмотря на то, что оно все покрыто, в общем, недостатками, видимо, какой-то разлившейся банки или не знаю чего, по внешним вкусовым характеристикам это, пожалуй, одно из самых лучших видов молока, которое я пробовал. Одно из самых вкусных, вот серьезно говорю. По вкусовым качествам 9 баллов из 10. Не знаю, редко я такую оценку ставлю, но вы сами знаете. Очень хорошее молоко. Что я могу сказать? Очень хорошее молоко. Очень хорошее молоко. Киржаческий молочный завод, черт вас делить. Да вы умеете делать молоко. Молодцы. Серьезно, потому что юридический адрес Владимирская область, город Киржач. Адрес производителя Владимирский образ, город Кольчуги. Вот именно благодаря городу Кольчугино, вот это молоко такое вкусное. То есть, конечно, Киржаческий молочный завод, они молодцы, они это все, наверное, организовали как-то. Не знаю, там будет филиал есть, я не знаю. Но вот в городе Кольчугино, на улице Ульяновской, до 26А, действительно, одно из лучших в России видов молока. Жирность честная. Да, может быть, это не 6%, но так и написано, 3-4%. Это вполне хорошо идет. Ну что, друзья, если я увижу такое молоко еще на полке, я его 100% буду покупать. Надеюсь, его увидеть, потому что я его первой жизни встречал недавно. Это молоко. Первый раз. Я все время пытаюсь в магазинах найти какое-нибудь новенькое молоко, чтобы вам рассказать про него. Но вот первый раз в жизни увидел вот это молоко. То есть оно, видимо, может бывать не каждый раз. Но то, что до Москвы доехать, все-таки тоже какое-то расстояние довольно-таки большое. Ну что ж, буду ждать ваших комментариев. Расскажите вам, пробовали ли вы такое молоко, какое ваше любимое. Не знаю, возможно, я попробовал в жизни и лучшее молоко, возможно. Но вот это точно совершенно в топ-3, в топ-5 входит. Вкусовые характеристики просто бесподобны. Спасибо, друзья. Пока.